Далеко пошла школьница из Свердловской области, которая вынуждена была прокладывать путь к знаниям через кладбище и по автотрассе. После занятия они с мамой обивали пороги чиновников, просили как-то решить эту проблему, ведь закон на стороне подростка. Кто в итоге помог... Добрый день, Олег Николаевич, Олег. Да, добрый день, все верно. Путин Владимир Владимирович принял такое решение, я буду ему позвонить, сейчас разговаривал с генеральным прокурором. Что происходит там? Почему не реагируете на обращения людей? Это какой-то розыгрыш, я не понимаю. Я похож на шутника. Вы же заместитель начальника управления, верно? Почему не выделили своевременно денежные средства, дополнительные, я имею в виду сейчас территориальному управлению поселка Сосново-Бург, где деньги, Олег? Вы меня слышите, Олег? Да, слышу. У вас какие-то проблемы? Вы вздыхаете, вы говорите об этом не хотите? Нет проблем у таких, нет. Ну а почему управление образования не реагирует? Почему не согласовали с ГИБДД изменение движения школьного автобуса? Почему 12-летний ребенок вынужден преодолевать путь в школу туда и обратно, понимаете, по оживленному участку трассы, вдоль леса, понимаете, мимо кладбища она проходит, девочка 12-летняя? Владимир Владимирович, об этом инциденте неизвестно. Я приму меры, я проведу расследование, найдем виновных, беремся. Нет, так вы это должны были раньше сделать. Понятно, что сейчас прокуратура этим занимается. Когда к вам мама этой девочки обращалась, она к вам обращалась, вы ее не слышали. Как только заинтересовался тем вопросом, про который у вас начало сразу просыпаться совести виновных и сказать, ну, соберитесь здесь. Зачем там занимается вообще? Ну, я не могу понять, что происходит. Вы знаете, что там водятся медведи и волки? Знаете, да, об этом? Да, об этом неизвестно. Ну, так а почему тогда девочка приходится преодолевать этот путь, ждать рейсовый автобус по 2 часа, понимаете? Почему нельзя согласовать маршрут в ГИБДД? В чем проблема? Проблема в чем не могу понять? Владимир Владимирович, в данный момент проходят работы, устанавливается остановка. Как установится остановка, мы согласуем маршрут. И автобус будет проходить, в том числе и там. Подождите, нет. Нет, ну, почему вы не реагируете? Почему сейчас не работаем? Почему я сейчас, когда об этом узнаю, вы начинаете реагировать? Понимаете? Это явное проявление некомпетентности, значит. Королю в общем-то не понимаете. Это безусловно. Я приношу свои изменения, Владимир Владимирович. Больше такого не повторите. Нет, вы не мне, Олег Владимирович, приносите. Вы людям эти изменения должны приносить. Мне докладывалось сейчас Песков, там проходит установка дополнительного остановочного комплекса. Да, все верно. То есть вы начали людей слышать. Это говорит о том, чтобы человек еще не все потеряно будет. Если вы не справитесь с задачей, Олег Николаевич, смените место своей работы. Я услышал, я знаю, что там происходит. Свердловская область, устроили там детский сет. Вы чего там, я не знаю. Может быть, вас по этой дороге отправить? В дождь и собачьи, добираться на работу и обратно. Может быть, вам там организовать резиденцию? В чем проблема? Ну, просто это ненормально. Я не скажу, займитесь этим вопросом в кратчайшие сроки. Да, Владимир Владимирович, хорошо. Остановки должны быть установлены. Установлены, потому что закон на стороне этой семьи вы этого не понимаете. Потому что по нормам автобусная остановка должна располагаться не дальше 500 метров от места проживания. Я вам все сказал, займитесь этим вопросом. Я дважды повторять не буду. Хорошо, Владимир Владимирович. И потом, да, уже будьте здоровы, до свидания. Всего хорошего. Всего доброго. Артемовской городской прокуратуры в адрес начальника управления образования Артемовского городского округа внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено, удовлетворено, приняты меры по установке дополнительного остановочного комплекса в селе Писанец. В итоге сразу и деньги в местном бюджете нашлись. И через месяц практически возле дома Ульяны появилась долгожданная остановка. Маршрут школьного автобуса тоже подкорректировали. Правда, скоро его снова ждет изменения. Родители еще одного школьника, узнав, что так можно, подали заявку на обустройство остановки в еще одном отдаленном пункте. Продолжение следует...